всем доброе утро мы тут с самого утра сидим мультики смотрим вставать вообще не хочется на улице серость короче настроение никакого на этом сэмили развлекается а я тут приготовила давно забытый свой массажный аппарат не знаю насколько он эффективный вообще как он помогает не помогает но я периодически массируюсь и потом иду делать массаж сухой щеткой что помочь тебе ну давай сюда нет то помоги то нет начала уже позавчера и вот через день буду делать а что вот я тут видишь вздыхает ой с этой кофтой вот когда она уже научится застегивать чуть-чуть так и надо чуть-чуть обязательно застегнуть все остальное она застегивает сама вы показываете пожалуйста чего таким взглядом злым не смешно хорошо я буду плакать так вот делаю пока массажи начала позавчера и уже когда выздоровлю наконец-то возобновлю свои тренировки я очень надеюсь так как я планировала начать их в январе но мы постоянно болеем 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 поэтому ничего не возобновляется вот так вот включаем аппаратик и делаем вот такой легкий массажик пока мама тут массируется да я на решила искупать амили принесла таз с водой как хорошо что у нас линолеум вообще кайф просто не надо следить там что где разольется единственно очень скользко поэтому я стилю всегда полотенца новая ванна ваша хорошо тебе летом тоже будем бассейн ставить купаться у нас девятый этаж жарко солнечная они не солнечная страна что-то я попутала у милана солнечная сторона но все равно жарко довольно таки на девятом этаже милана маленькая тоже купалась в квартире летом у нас был пятый этаж и тогда была солнечная сторона но у нас такой знаете был деревянный старый пол ни ламината ни линолеума вообще ничего не было там спокойно можно было тоже плавать будешь раздевать а потом мама застигни опять да да честно призналась я после массажа решила сегодня погрешить немножко обожаю чипсы томатные мои самые любимые просто балдеж девчонки там сидят на кресле чипсы кушают и мы будем сейчас смотреть мультик поэтому всем приятного просмотра кто смотрит вместе с нами и приятного аппетита у нас тут трагедия случилась да я на что у тебя случилось уже все хорошо у нас интернет пропал буквально на ну минуты две наверно да я на все интернета никогда не будет ай панику тут подняла такую так у нас уже вечер я тут готовлю понемногу ужин девчонок на ужин сегодня будут блинчики это очень легкий быстрый вариант как накормить всех детей тесто на блинчики уже отстоялось где-то минут наверно 20 после приготовления я ему даю отдохнуть и потом уже сразу начинаю жарить блины сегодня буду жарить на двух сковородках чтобы быстрее отстреляться так как на одно это очень-очень медленно и рецепт если что не подскажу потому что всегда все делаю на глаз не люблю легкие блюда как по мне блинчики для меня это очень легкое блюдо поэтому при цепке я их не готовлю блинчики уже готовы получилось немного но девчонкам как раз на сегодня и на завтра утро милана будет с вареньем нам с даяна и редиска и даяна будет на резочку вот уже ползет обожает на нарезки всякие милана у меня особо так не любит сыр и колбаску есть просто пустую о нормально вот и поела блинчики тоже кушай а я себе сейчас еще яйца отворю будет у меня сегодня уже такой легкие яйца и редиска даяна как с голодного края немного а блинчик нет ты не хочешь блинчики ну так бери блинчик все будем садиться ужинать всем приятного аппетита мы тут готовимся купание да яна уже складирует игрушки все да его надо сильнее кидать ой что-то он не светит наверное лампочка села дай подожди стой вот давай прыгай в ванну одну мелочевку накидала мне потом это все вытаскивай ты давай залазь в ванну забирайся плюх домик залезла у нас тут санки стоят я после улицы как-то пришла и поставила и теперь они у нас тут всегда стоят плаваешь ой надо срочно купальник покупать иначе невозможно снимать в ванной нельзя кто тут брызгается все я ее закрываю она остается здесь не хотела вам показываться потому что чувствую я себя просто отвратительно но она вылила тазик с орбизами в ванну да спокойствие дыши было бы еще чем дышать пойдем посмотрим что тебе что тебе это нельзя было делать как я теперь это все уберу я ты будешь убирать кошмар ребенок ну что ж ты творишь я ей специально выделила тазик в комнате чтобы она могла играть с этими орбизами нет она решила вылететь в ванну ужас я как бы ставлю как мы это все будем собирать в любом случае она не соберет это все одна придется собирать и не отдать весело весело я больше тебе их никогда здесь не оставлю это чтобы маме скучно не было да я навсегда найдет чем развлечь и себя и маму так по поводу чего я хотела с вами поговорить по поводу к вида как только мы заболели когда стало ясно что у нас комит очень многие писали чтобы я потом рассказала когда уже дети переболеют как они перенесли как все было какие признаки и симптомы и все в этом роде знаете дети перенесли ковид в принципе легко потому что почему я скажу что легко потому что обычно простуду или там какие-то может быть гриппы или что-то они переносят с кашлем с соплями это надо все лечить эти постоянные сопли спать все не могут всем все плохо в этот раз единственное что у милана вот было три дня температура два из них это было 39 и на третий день было это 38 37 уже спускалась она говорит что у нее болело горло и у всех еще плюс кстати у всех у нас троих болела очень сильно голова даяна тоже жаловалась на головную боль но я ей ничего не давала она как-то знаете легко мне кажется эту головную боль перетерпела буквально пару раз сказала у меня болит голова полежала отдохнула или поспала и все у даяна было три дня температура 37 5 37 и на этом все она не жаловалась на горло насморка не было ничего не было у меня как всегда все по полу и как всегда все одно и то же что ковид что вот у меня в январе было что в сентябре в октябре было все одинаково симптомы одни и те же начинается а нет подождите у меня в этот раз тоже была головная боль что обычно не бывает но бывает когда температура там 37 ну и все как бы но тот же кашель единственное мне кажется в этот раз у меня нет хрипов потому что я себя чувствую по-другому но в этом мне не лучше мне даже хуже потому что со вчерашнего дня у меня у меня опять ухудшилось мое состояние я думала что мне уже хорошо но вчера утром было период такой что мне было очень тяжело дышать и к вечеру стало еще хуже вот я успела убраться все сделала по дому и вечером я просто сидела и психовала мне не хватало воздуха у меня голова кружится а сегодня так вообще на протяжении всего дня периодически мне опять не хватает воздуха у меня опять какая-то паника короче жесть мне досталось по полной но слава богу я хоть хрипов не слышу у себя ну возможно я просто не врач и не понимаю возможно они там есть но ждем понедельника в понедельник до уже к врачу честно мне кажется если в следующий раз заболею через там месяца два-три я просто не выдержу у меня не хватит сил опять я испытать то что я испытываю сейчас потому что это ужасно короче в принципе ковид дети перенесли лучше чем обычную болеть какую-то другую а вот я получается все то же самое но и не могу же я болеть к видом сентябре в январе и сейчас вот так вот ага часто и вот такими последствиями так сказать так что не знаю что будет дальше со мной возможно все пройдет возможно станет хуже если вы не знаете уже подорвалась думаю блин все поеду в больницу опять но потом перетерпела думаю ладно надеюсь до понедельника доживу очень надеюсь такие вот дела вот так вот мы переболели ковида в принципе легко обычная болезнь обычная болячка кто еще у меня подписчиков болел ковида напишите как ваши дети переболели так что вот такие вот дела у нас не хочется о грустном но блин когда болеешь я уже даже не знаю что сказать ни сил ни желания нет вообще ничего делать хочется просто быть здоровой она сказала что она накупалась буду вытаскивать все мы переоделись после ванны высушила даяние волосы играет с тенью ты чего кидаешь утку в стенку она сломается ах попрыгать от души устала волосы шикарные я тоже хочу себе такие посмотрите блестят эх а мы своими красками все испортили перекрашиваем постоянно ты с Эмилей будешь спать? да даяна сегодня будет спать со мной попросилась давно не спали вместе волосы мешают? да надо ложиться не будет мешать все говори так подожди все говори всем пока пока и всем до завтра всем до завтра всем пока до завтра